Дворец спорта Бориса Глебский встретил на корте жителей городских и сельских поселений. Ежегодные традиционные соревнования по бадминтону собрали самых решительных сотрудников администрации Раменского района. Лучше, наверное, использовать принцип. Не делай, как я сказал, а делай, как я. По искусству примеру, показывать употребление поддержания своего здоровья. Он с боевым, позитивным духом. Так вот, в спорту эта машина, наверное, является для его помощи. На площадке встретились команды администрации Раменского поселений Новохаритоновская, Быково, Ильинское, Кжельское, Кузнецовское, Вялковское, Кратово. К турниру присоединились объединенные команды спортивных школ «Авангард», «Сатурн», «Раменское», а также участники восточного отделения «Сбербанка» и «Раменской теплосети». Дворец должен стать центром всей спортивной жизни Раменского муниципального района, соответственно, всех поселений. И вот здесь, как профилирующий, выбран был вид спорта бадминтон. И он явился как наиболее доступный для всех категорий, для всех возрастов, как говорят, от мала до велика, любому доступен. И вот эта идея объединить на этой почве все городские и сельские поселения, чтобы люди увидели, пообщались, посоревновались. Вот такая была идея, она получилась и живет. Сегодня наши спортсмены экипированы неплохо, хорошая у них форма, хороший практически полупрофессиональный инструмент для бадминтона. В общем, все мы готовы, готовы к сегодняшним соревнованиям. Наверное, уже четвертый или пятый раз я участвую в этих соревнованиях. Очень замечательная традиция. Здорово, что она продолжает жить, поддерживается территориями, главами. Это здорово, это замечательно, когда на корте есть возможность уже показать некое другое свое мастерство, но в данном случае умение играть в бадминтон. Около 150 человек стали участниками турнира «Спорт объединяет», дарит позитивные эмоции, укрепляет здоровье. Он, если честно, очень полезен, скажем так, на бытовом уровне. Почему? Потому что это очень хорошая зарядка для глаз, это очень хорошая физическая нагрузка. По сути дела, по всей той информации, которой владею я, это самый быстрый вид спорта. Потому что ту скорость, которую развивает спортсмен на этом корте в полете или в порыве за валаном, она превышает даже скоростные возможности тех, кто бегает в стометровку. Маленький секрет скажу, что наши сегодняшние участники соревнований по бадминтону немного тренировались в Новохаритоновской школе несколько дней. Конечно, мы не профессионалы, но любители, но сегодня с энтузиазмом, мне никого не пришлось уговаривать, принять участие все, изъявили желание участвовать в сегодняшних соревнованиях. Администрация сельского поселения очень спортивная, на нашей территории очень много всяких спортивных секций, мы очень большое внимание, особенно наша глава, уделяет спорту. Поэтому, как только вот этот турнир образовался, мы сразу в нем приняли участие и как бы вот все, в принципе, все года мы участвуем. И никого мы не уговариваем, у нас коллектив уже вот даже сам, у нас в этом году две команды женских до 45 попросили сыграть. Главным судьей соревнований в этом году стала Ирма Сухачева, мастер спорта и старший тренер сборной команды Московской области по бадминтону до 17 лет. Регламент соревнований проводится по двум подгруппам, мужчин и женщин до 45 лет и после 45 лет. Играем мы смешанные игры и парные игры. Смешанные – это когда мужчина-женщина, парные – это женская парная категория и мужская парная категория. Играть мы будем по правилам Международной федерации бадминтона до двух побед, до 21 очка. Это очень демократичный вид спорта, способности особые не нужны, главное это хотеть и главное, чтобы у тебя был либо напарник, либо соперник. А ракетка и валанчик и отличное настроение, конечно же, привнесут массу положительных эмоций. Это наименее травматичный вид спорта и можно заниматься любой желающий, фактически независимо от возраста, пола, подготовки уровня, можно так сказать. При этом не испытывая сверх физических усилий, что позволяет любителям в любом возрасте играть и получать минимальное количество травм. В общекомандном зачете по итогам турнира бронза досталась команде Сбербанка. Серебро – представителям спортивных школ «Сатурн» и «Раменское». Золото в очередной раз снова у команды администрации «Раменское». Антон Карташов, Елена Цыганова, Ольга Захваткина для программы «Городские вести». Субтитры создавал DimaTorzok